Переписной участок работает здесь с пятницы. 15 октября в России стартовала перепись. Она проходит раз в 10 лет и в этом году впервые появилась возможность переписаться онлайн на портале Госуслуг. Сделать это можно, например, в МФЦ. Гостевому компьютеру проводят волонтеры и подскажут, если что-то будет непонятно. У нас сейчас проходит в России перепись населения. Я бы хотела вам предложить переписаться. У нас есть пункт переписи через Госуслуги. Я могу вас провести и мы с вами вместе пройдем перепись населения. Это не займет у меня много времени? Ну, максимум минут 10. Минут 10? Да, в принципе. Пройдемте, пожалуйста. Также можно заполнить анкету на планшете переписчика на стационарном пункте. Я постоянно пользуюсь услугами МФЦ. И сегодня пришла за услугой и оказалось, что здесь сидит переписчик. И, конечно, я сразу воспользовалась этой услугой. Это очень удобно. Времени на то, чтобы переписать себя и всех членов домохозяйства, нужно немного, максимум 20 минут. Перепись проходит быстро и безопасно. На входе в МФЦ температурный контроль, все в масках. Можно обработать руки санитайзером. Порядка 300-400 человек в день здесь бывает ежедневно. И иметь возможность сразу же получить услугу и тут же переписаться – это достаточно интересное такое совмещение двух проектов. Люди положительно оценивают такое сотрудничество. И уже буквально за несколько дней с начала переписи у нас уже больше 20 домохозяйств переписано. МФЦ работает и по субботам. Во всероссийской переписи населения задействованы 76 из 77 многофункциональных центров Донского региона. Это отдельная самостоятельная услуга, которая работает не по предварительной записи, а, так сказать, по живой очереди. То есть любой прохожий, любой наш житель области или гость области может зайти в любой многофункциональный центр и, соответственно, переписаться. Услуга очень популярная. На самом деле для переписчиков нет ни одной свободной минуты. Идут там десятки, сотни людей. Я думаю, что вообще ни один человек не останется в стороне. Всех мы перепишем. На основе собранных статистических данных будут формироваться государственные и региональные программы социально-экономического развития. Перепись населения продлится до 14 ноября на портале Госуслуг до 8 ноября. Мария Индрикова, Владимир Торфимович, Дон-24, Батайск, Ростов-на-Дону.